Я должен большую благодарность президенту Владимиру Владимировичу Путину за гостеприимство, за время, которое он в своем плотном графике нашел для одной небольшой страны, какова является Сербия. Но это говорит о его величии, его отношении, его уважении к нашему народу. Привет! Зима уже наступила, и для некоторых, особенно у кого не будет газа, она может быть очень и очень холодной. К Путину приехал президент Сербии Александр Вучич, и как вы понимаете, он показал нам всем мастер-класс, как правильно договариваться с россиянами и с их предводителем на тему газа. Как президент нашей страны я очень доволен результатами, я благодарен президенту Путина за его личный вклад в то, чтобы наши отношения были очень хорошими, благодарен ему за многое, за все, что он делал для Сербии в прошлом, потому что мы в Сербии больше ценим Путина, нежели чем мы ценили каких-то предыдущих лидеров, и пусть русские на нас за это не сердятся. Это универсальная формула. Дело в том, что когда президент такой прекрасной страны, как Россия, сменится, этот спич, в принципе, можно будет повторить. Главное не перепутать фамилию. То, когда ты много лет подряд повторяешь одно и то же, а потом раз, и можно, так сказать, попасть в неприятную ситуацию. Но сербы не просто так, а волнуются по поводу газа, потому что как только на россияне устроивают газовые войны, то, естественно, в первую очередь от этого страдают, да, братушки сербы и другие страны на Балканах, потому что на данный момент весь газ туда поставляется транзитом через Украину. Также нет ни одного документа, за который бы Сербия голосовала, а там бы, не дай бог, было что-то против интересов Российской Федерации. Мы благодарны за поддержку международного права, но также благодарны за поддержку Сербии по вопросу Косовой Метохии, сохранение территориальной целостности Сербии. История с Косово, конечно, не имеет никакого отношения к Крыму, и тем не менее, россияне всегда говорят, что ну как же, вот в Косово можно, а в Крыму нет. Это при том, что в части Косово они говорят, что это нарушение международного права, а в части полуострова Крым нет. Ну, как мы понимаем, это международное право, оно сейчас превратилось в такой инструмент, что прав тот, у кого больше танков, и именно с этим нужно каким-то образом жить и считаться. Но вот сербы, они, конечно, молодцы. Масса комплиментов в адрес Путина. А все почему? Потому что у Сербии нет общей границы с Российской Федерацией. А если бы она была, вы представляете, вообще-то я думаю, что мы бы узнали, что там ущемляют русскоязычных. Может быть, вообще такой страны нет. Это все эти дикие россияне. А почему нет? У нас в Сербии маленькая проблемка, а это касается снабжения нас газом. Мы не знаем, как будет все дальше. И я должен сегодня успокоить людей в Сербии, что я получил уверение от президента Российской Федерации, господина Путина и от господина Миллера, что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территории других стран. И что первый и второй квартал следующего года, в общем, мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться приговоры с Россией и Украиной. И я, честно говоря, сейчас сам себя немножко поспокойнее чувствую, даже не могу скрыть улыбку. Спасибо президенту Путину, спасибо нашим русским друзьям за это. Может быть, Александр Вучич и торопится, поскольку вообще-то до следующего года еще практически месяц. Но что он говорит? Что он улыбается, потому что мы пообещали газ во втором и в первом квартале будущего года. И тут нюанс в том, это случайно не термины, на которые россияне рассчитали свою новую газовую войну. Потому что в конечном итоге, комплименты комплиментами, но все свелось к газу. Ну, еще, конечно, к Дню Победы и, возможно, будет специальное постановление правительства Российской Федерации, что те страны, лидеры которых приезжают 9 мая на Красную Площадь, автоматически могут претендовать на дисконт. Например, 10% за российский газ. А деды воевали, скидку их внуки получают. Почему бы и нет? Я с большой честью принял приглашение присутствовать на Дне Победы в Москве. Это огромная честь для нас. Особенно для народов, которые принадлежали к антифашистской коалиции. И которые сегодня не хотят позволить перекраивание истории. Ну и ладушки. Ну, вообще-то, что мы слышим? Сербы-то, это, ну, братишки-то, как бы с изъяном. А, то есть, газ давай российский, давай скидки, давай, что там еще, российскую военную технику. Но интегрироваться они почему-то хотят в Европу. Это, кстати, возможно и является высшим пилотажем. Ну, так сказать, стараться интегрироваться в единую европейскую семью, но при этом получать бонусы от Кремля. Но тут Белграду нужно знать, что если вы станете членом Европейского Союза, а в обозримом будущем это абсолютно реальная штука, то вам придется присоединиться к санкциям против России. Кто сказал, что их не будет. Если хоть чуть-чуть твердости будет у наших европейских друзей, все останется. Сербия находится на европейском пути, но Сербия подписала и торговые соглашения с Евразийским экономическим союзом. И несмотря на то, что Сербия на европути, мы не будем, и сейчас этого не делать, и не будем снижать объем сотрудничества, и не будем становиться меньшими друзьями с Россией. Более того, мы никому не позволим вмешиваться в наши отношения с Российской Федерацией. Но лирические разговоры о столетиях дружбы, братстве и сотрудничестве, естественно, были испорчены насущными вопросами. И да, касались они почему-то опять-таки газа. Но Путин сказал, что Россия поставила на сербский рынок 2,5 миллиарда кубических метров газа в прошлом году. И смотрите-ка, как душевно об этом отзывается Вучич. К чему это? Что сейчас у нас же размышления на тему возобновить покупку газа в Российской Федерации. А мы покупаем больше. И исходя из того, что мы покупатель, Владимиру Владимировичу нужно, мне кажется, слова как-то по-новому выбирать, если он предлагает нам свой товар. Тут, кстати, недавно Зеленский подписал документ по айтолам заседания Совета национальной безопасности и обороны. И все идет к тому, если это будет реализовано, то будет интересная модель газового рынка. Теперь предполагается, что один поставщик может поставлять на наш внутренний рынок не больше 30% газа или не только голубое топливо, а и другие энергоресурсы. Но аппетиты Газпрома это, очевидно, сильно-сильно сократит, даже если закупки будут восстановлены. Хотя, конечно, это сомнительная история. Лана Самсония, Интерфакс. Я хотела бы вернуться к энергетике, к сотрудничеству в сфере энергетики. Сербия станет транзитером по турецкому потоку. И хотелось бы уточнить, готова ли Россия и Сербия к тому, что с 1 января транзит газа через Украину может быть прекращен, какие есть альтернативные пути поставок, насколько реализация этого проекта приведет к сокращению поставок газа в Сербию и в Европу вообще. В Сербию, наверное, не приведет, а в Европу скорее, насколько сократится поставки газа. И рассматривается ли сценарий, при котором Сербия может отказать от участия в этом проекте под давлением третьих стран. И было ли такое давление со стороны США. Прекрасный вопрос, который, собственно говоря, и подчеркивает всю сложность текущего момента. О чем они говорят? О том, что транзит через Украину будет прекращен. Возможно, будет прекращен, если стороны не договорятся. Посмотрим. Но кажется, что на российские журналисты не верят братишкам из Сербии. Говорят о том, что на них могут теоретически оказывать давление эти не очень хорошие парни из-за океана, в частности США. А речь же идет о турецком потоке, точнее сухопутном его продолжении. Ведь наши газовые маньяки, которые строят газопроводы в обход Украины, это не только Северный поток-2, это еще и Турецкий поток. И вот этот Турецкий поток должен поставлять на Балканы газ мимо нашей прекрасной страны. Слушайте, вы, наверное, все-таки очень для них дорогая страна. В прямом смысле этого слова. Вы представляете, сколько десятков, а может уже сотен миллиардов евро они потратили, чтобы обойти Украину. Чтобы мы замерзли. Уникальная ситуация. Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможно, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что эта запросная позиция удастся как-то позиции согласовать. Владимир Владимирович хорошо владеет словом. Как он говорит, украинские транзитеры возможны, мол, будете выделываться, останетесь без транзита. И это вполне возможно, хотя вряд ли, потому что газопроводов в обход Украины пока не построено. И когда они будут построены, все равно будет все так организовано, что часть, конечно, меньшая будет транзитироваться через Украину. Но о чем он говорит? Владимир Владимирович говорит о том, что Украина выдвигает неприемлемые условия. Ну, я не знаю, я предложения нашей стороны не вижу, но меня удивляет другое. Владимир Владимирович, вы же всегда нам в таких ситуациях говорите про какие-то скидки на газ, переживаете об украинской промышленности, об украинских гражданах, даже не делите их на русскоязычных и украиноязычных. А тут, оказывается, вам на них побоку, это, по-моему, не совсем правильно. Первое. Второе. Сербия будет обеспечена газом. В любом случае. По различиям другим маршрутам. Как мы уже услышали, Сербия не самая большая страна на этой планете. Да, мы прекрасно знаем, что Косово – это Сербия, это никто не опровергает. На вопрос, откуда же будет поступать туда российский газ, если через Украину они поставлять его не хотят, не желают, а турецкий поток-2 еще не готов. Возможно, речь идет о российском газе с западного рынка, ну, в смысле, с Германией и соседей этой страны. Вот эта схема допустимая. Тем более, по большому-то счету, на Сербии много и не надо. Мы слышим. 2 миллиарда – это, ну, немного по сравнению с тем, что «Газпром» поставляет европейским потребителям. Дай бог памяти, ну, по-моему, в Европу качают 200 или больше 200 миллиардов кубических метров газа в год. А 2 миллиарда – ну, это что, порядка 1 процента? Да, каким-то образом проблема может быть решена. Вопрос увеличения поставок в Сербию в связи с ростом экономики. Увеличиваются потребности Сербии в первичном источнике энергии. Я хочу с этим поздравить сербское руководство и президента Сербии, потому что, действительно, мы видим с ростом экономики, с ростом потребления, растет и потребление. Прежде всего, в промышленности. Промышленность растет. Вот без украинского транзита сможем ли мы прямо в ближайшее время обеспечить увеличение? Вот это вопрос, который мы обсуждаем. В этом деле главное не забывать смотреть на карту. Ну, пожелаем нашим сербским друзьям успехов, и чтобы их контрагенты, поставщики голубого топлива, их не заморозили. Но сам факт того, что Владимир Владимирович за это короткое время, все время вспоминает транзит через Украину, что-то мне подсказывает, что, ну, да, ситуация может развиваться по-разному. И, с другой стороны, здесь, с точки зрения теории вероятности, договорятся или нет, будет Россия морозить Европу или нет. Я не знаю. Пока склоняюсь, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто. Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через турецкий поток. Да, это возможно. Об этом, собственно говоря, все наши партнёры на Балканах, в Восточной Европе ставят этот вопрос. Мы готовы. Сербский участок газопровода от границы Болгарии до Венгрии, он почти готов. Там 90% уже уложен на труп, 85% они уже готовы, они уже в траншеях там лежат. Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель. Прекрасно. И, кажется, ещё одним большим друзьям на Россию, на Венгрии, я, в частности, говорю о Викторе Орбане, который тоже не так давно встречался с Путиным и говорил, что, в принципе, им нужен газ из разных труб. И вот, да, Венгрия до этого получала весь газ через Украину, а теперь они могут получать его через Сербию. И проблема, знаете, в чём? Что наши российские друзья так обижаются на страны-транзитёры, но их становится не меньше, а больше, особенно на южном направлении. Это что теперь? Придётся транзитные деньги платить сербам? Это что получается? А они тоже могут потребовать деньги за свою работу, как и Украина? Но то, что мы видим, несмотря на многократные заявления и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, вот как это не печально и не странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Вот я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой, после того, как они сорвали южный поток, во что бы то ни стало реализовать турецкий. Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую работу, неспешную. Но посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят, ну не болгары, а болгарского руководства, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы. Вот это старый и избитый прием. Мы любим украинский народ, но презираем украинское руководство, которое, кстати, выбрал этот украинский народ так и с болгарами. Очевидно, болгарский народ мечтает об этой трубе, но болгарское руководство, официальная София, ведут себя очень и очень нехорошо. Это что получается? Мы нашли вот это слабое звено. Ну, тех, кто подхрюхивает Западу, хотя это все Европа, ну, американцам, понятно же. Кажется, Владимир Владимирович все-таки не простила болгарам, что они замотали этот проект «Южный поток», естественно, в обход Украины, но Кремль вышел из ситуации. Они фактически закончили строительство «Северного потока-2». Но, опять же, вы слышали, что Путин угрожает снова этим болгарам, этому слабому звену, что обойдут они эту страну. И вот если, опять же, посмотреть на карту, то это интересно, как это будет происходить, потому что, ну, так случилось, историческая, может быть, несправедливость, но Сербия не граничит с Турцией. Чтобы поставлять газ по турецкому потоку из Турции в Сербию и, соответственно, дальше в Венгрию, обязательно нужно каким-то образом пройти территорию Болгарии. Нет, там есть еще вариант через Грецию и Македонию, хотя для наших газопроводных маньяков это, конечно, ну, наверное, тоже не предел, потому что, я думаю, количество газопроводов, которые они построили в мире, очень-очень большое. Беда в том, что это не касается местного населения в России, ну, это их проблемы. Они же, как бы, величие свое создают, а не просто так. Это все к тому, что ситуация вот на этом газовом рынке, она очень-очень неоднозначная, потому что мне казалось, что, например, по турецкому потоку, перед тем, как его строить в странах Европы, ну, в частности, сухопутную часть, они договорились со всеми. Оказывается, нет, тоже есть нюансы. И это говорит о том, что время у Украины есть. И да, в конечном итоге, я не знаю, чем закончится эта газовая заруба с россиянами, но лучше газовые войны с ними, чем горящий конфликт а-ля на Донбассе. На этом все. Читайте агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, естественно, экономьте энергоресурсы. Чао!